Вы знаете, что после этой Олимпиады девиз игр звучит так Быстрее, выше, сильнее, вместе Но мы нашли олимпийцев, для которых одно из этих слов значит буквально всё Только выше Взлетающие косички и прыгающие веснушки Спортсменки тянут носочки, вращаются в воздухе на высоте Она тут решает Это один из критериев для судей Ну и для тренеров Ещё, ещё, оставляй плечи, ещё оставляй плечи и доводи ноги Алис, семь четвертей, сальто с половинтом Руки поднимай Почти все прыжки выполняются на высоте восьми метров Потолки, разумеется, должны быть готовы к такому, чтобы спортсмен не задел перекрытие Михаил, какие эти девчонки, тоже батути Но у него другая дисциплина Он прыгает на мини-трампе Это такая маленькая версия батута Чтобы здесь прыгнуть и выполнить пируэты, надо сначала разбежаться Я спрашиваю у Михаила, почему он выбрал мини-трампа, не батут Спортсмен отвечает, всё было наоборот Это скорее мини-трамп выбрал его Когда я начинал в своём городе заниматься этим видом спорта У нас были очень низкие потолки и возможности развиваться на батуте не было Стоял мини-трамп, для него высоты нужно поменьше Михаил начинал заниматься батутным спортом в небольшом закрытом городе Сарове Это в Нижегородской области Тот самый случай, когда добиться цели, результатов, успеха Можно при любом раскладе, даже если высота нужна, а её нет Я пятикратный чемпион мира в личном зачёте И всего девятикратный чемпион мира Награды, медали и регалии У этих спортсменов Московского среднего специального училища Олимпийского резерва номер один Москомспорта Ещё будут, потому что здесь есть все условия для развития Здесь одна из лучших баз, наверное, в России Спортсменов здесь научат всему, что необходимо в батутном спорте Чтобы эти птички взлетели на новую высоту На Олимпиаде в Токио батутисты из России, увы, не смогли завоевать медали В финале Дмитрий Ушаков занял пятое место, Андрей Юдин шестое Соревнования по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх Впервые появились в Сидне в 2000 году И с тех пор включались в программу каждых последующих игр Если смотреть на медальный зачёт, то Россия в этом списке на третьем месте